Всем привет! Меня зовут Сергей Ульянов, и я рад вас приветствовать на своем канале. Если вам интересно узнать, как отдать свою песню в ротацию на радио, продолжайте смотреть это видео. Это мое первое видео, и поэтому заранее прошу прощения за звук, за свет, за какие-то другие элементы. Я старался в первую очередь рассказать суть, а все остальное буду шлифовать в процессе. С чего начну? Я думаю, что наверняка вы задаетесь вопрос, кто я такой и почему я даю такие советы. Давайте познакомимся. Мне 32 года, я живу в Минске. Я музыкант, и мои песни звучат в ротации на радио Беларуси и Украины. Всем известно, что на сегодняшний день одних ротаций на радио мало для того, чтобы стать очень популярным, но для многих это является таким определенным критерием качества собственного материала. Если тебя взяли на радио, и ты стремишься делать какой-то крутой материал, значит, ты на верном пути. Я делюсь собственным опытом. Я сейчас не буду пытаться фантазировать или говорить о том, чего не знаю. Я расскажу вам схему, по которой работал я, которая работает. В каком городе бы вы ни жили, у вас есть свои ведущие локальные радиостанции. В Беларуси их порядка 30, и у каждой из этих радиостанций, конечно же, есть сайт и соцсети. Как бы это банально ни казалось, но на сайте каждой радиостанции есть контакты музыкального редактора, либо программного директора радиостанции. Вам нужны эти люди. Если этих контактов нет, есть только секретарь, вы звоните секретарю и просите соединить вас с программным директором, либо музыкальным редактором. Если вам говорят, что его сейчас нет на месте, вы спрашиваете, когда он будет, в какие дни он работает, где его искать. И обычно вам могут даже сразу сказать его прямой телефон, иногда даже мобильный. И, соответственно, если его сейчас нет на месте, вы перезваниваете в тот момент, когда он есть. Если он есть на месте, вас с ним соединяют, и вы разговариваете. Разговор достаточно простой. Я в свое время очень стеснялся говорить, что я сам музыкант, и я звоню. Я всегда звонил, представляясь своим собственным менеджером. Я говорил, добрый день, я менеджер такого-то артиста, хотел бы отправить композицию для возможной ротации в эфире вашей радиостанции. И обычно в 98% вам говорят, на какой имейл ее можно отправить, и вы отправляете. Сразу дам несколько вводных по поводу того, что радиостанции очень не любят, когда вы отправляете материал тот, который изначально к ней не подходит. У каждой радиостанции есть какой-то формат. И было бы здорово не портить взаимоотношения с теми радиостанциями, которые вам не подходят, послушать, ознакомиться хотя бы какое-то время с каждой радиостанцией, проанализировать. Может быть, это только англоязычный контент, может быть, это только русскоязычный контент. Поэтому постарайтесь не портить взаимоотношения, и когда вы отправляете свой трек, не отправлять его туда, где он сразу будет не подходить. Потому что вас могут поставить спам, блок-лист, вам нужно понимать, куда ваш трек подойдет. Когда вы дозваниваетесь до каждого программного директора, либо музыкального редактора, сразу вы можете уточнить, когда я могу получить обратную связь. И перезваниваете, задаете вопрос, говорить о том, что я там в среду в такое-то время, в 15 часов отправил вам песню, было ли принято какое-то решение. Часто вам говорят о том, что, может быть, еще песня не была прослушана, или часто говорят о том, что по результатам вам будет сообщено на почту. Если есть возможность, спросите, когда я все-таки могу перезвонить, чтобы узнать результат. Но сильно навязываться тоже не надо, никто этого не любит. Если вам сказали, что перезвонят, можно уточнить, может быть, стоит напомнить. Кто-то согласится и попросит напомнить о том, чтобы можно было прослушать этот трек попозже. Если вам сказали перезвонить через неделю, через месяц, через два, вы сделаете это, перезвоните, не теряйте свою возможность. Если вас попросили, значит, человек действительно хочет вас услышать. Сразу для схептиков хочу сказать, что, в частности, Беларуси большое количество радиостанций все еще заинтересовано в том, чтобы транслировать музыку новых исполнителей. Ни для кого не секрет тем, кто живет в Беларуси, что на законодательном уровне уже много лет назад принято решение о том, что до 70% музыки должно звучать от местных исполнителей. Поэтому песен хороших, правда, все еще очень мало. Несмотря на то, что кажется, что музыки очень много, но хороших песен все еще очень мало. И программные директора действительно заинтересованы в том, чтобы звучала качественная музыка. И если вы считаете, что ваша музыка соответствует этому требованию, отправляйте. Вполне возможно, что вы попадете в эфир. Верьте в себя. И поэтому вашу песню действительно прослушают и примут какое-то решение. Сразу по своему опыту хочу сказать, что обычно никто не отписывается. Я уже несколько лет отправляю к своей композиции. И получать обратную связь начал только сейчас. Обычно я слышу ответ, что если песня подойдет, то мы вам сообщим. Но я обычно перезваниваю все равно где-то через месяц, чтобы не было ощущения навязчивости. И часто слышу такой ответ, что да, ваша песня уже звучит в эфире. То есть мне никто не написал, но песня звучит. И потом, когда я начинаю отслеживать эту информацию, я понимаю, что действительно уже звучит. Мне на то-то уже сообщают о том, что трек находится в ротации. Сразу коснусь этого момента. Составление письма. Важно, чтобы ваше письмо все-таки открыли. Для этого нужно сделать какой-то яркий заголовок. Я как-то просек такую фишку, что нужно писать. Внимание, внимание, редакции. Двоеточие. И там уже что-то там дальше. Например, название трека, исполнитель. Пожалуйста, не делайте кликбейт, чтобы человек не сожалел о том, что он открыл ваше письмо. То есть, чтобы там не было какой-то обманной информации. Что внутри? Что обычно внутри? Если у вас есть что позитивного сказать, как-то себя круто представить, пожалуйста, сделайте это. Если у вас есть какие-то достижения, но это не то, что там победитель школьного конкурса вокалистов, а у вашей песни есть, возможно, уже там какие-то прослушивания в YouTube. Может быть, у вас уже там есть 10 тысяч реальных подписчиков в Instagram. Я поделюсь своим опытом, я, так как много лет сам являюсь меломаном и читаю релизы других песен, я что-то там себе записывал или меня что-то самого когда цепляло, я думал, блин, вот это было бы круто использовать. То есть, я набирал для себя какую-то базу, и у меня есть подруга, она работает редактором, она пишет книги, она журналист по образованию. Я могу, кстати говоря, дать в описании к этому видео ее контакт, и вы можете с ней списаться, она обязательно вам поможет в составлении вашего пресс-релиза, какой-то такой главной информации, проанализирует, что это может быть, и вы вместе напишите какой-то релиз. У меня там было и в серии «Он появился из ниоткуда, но уже набрал в YouTube 10 тысяч просмотров там за один день». Ну, да, это смешно сейчас, но в любом случае, это хоть какая-то, но информация, действительно, вы прекрасно знаете, что не каждая композиция может за один день на сегодняшний день набрать 10 тысяч просмотров, это очень важно. Что должно находиться в письме? Сразу в приложении к письму должен быть файл, обычно сразу прикрепляют mp3, но это не должно быть mp3 15 мегабайт. Превью-версия, которая весит там до 5 мегабайт, чтобы почта не забивалась, у некоторых стоят ограничения на почтовом ящике, потому что письмо может просто не дойти, и вы об этом даже не узнаете. Попытайтесь сделать так, чтобы трек был залит на YouTube, и вы сразу дали ссылку на YouTube прослушать, если кто-то не открывает приложение к письму. Человек кликнул автоматически, послушал превью, и понял, плюс-минус полистал, там посмотрел, кстати, увидел сразу ваши там 10 тысяч просмотров, что уже классно, что вы никого не обманываете, что они не накручены. И дальше идет ссылка на скачивание вафф-файла, то есть она должна быть на Яндекс.Диске, на Дрокбоксе. Проанализируйте, чтобы это было легко человеку, потому что люди вообще не понимают, куда нажимать, чтобы скачать. Если у вас есть качественная фотография или обложка к этому треку, прикрепите ее. Попытайтесь максимально создать приятное впечатление о том, что вы адекватный человек, что у вас качественный материал. Если обложки нет, не прикрепляйте. В общем, сделайте так, как считаете нужным сами. Попытайтесь на секунду представить себя музыкальным редактором, подумайте, нравится ли вам то, что вы написали, то, что вы увидели в этом письме. Попробуйте отправить это письмо самому себе и посмотреть на него со стороны, как это выглядит, цепляет ли вас, все ли вам понятно. Попробуйте репетировать с другом, не стесняйтесь этого и отправляйте это в мир. И, как я уже сказал, не забудьте после того, как отправили, позвонить и уточнить, пришло ли, может быть, не пришло. Ну, то есть тоже не сразу, через день, через два, чтобы человек не чувствовал навязчивость. И там можно через неделю, через месяц, как я уже говорил, перезвонить второй раз и узнать, пошла ли она в ротацию. Ну и в конце я все-таки хочу вас попросить рассказать свою историю, помог ли вам мой совет, взяли ли вашу песню в ротацию, каким образом, может быть, у вас есть какой-то лайфхак. Сейчас время свободного интернета и не стесняйтесь рассказывать свои истории, потому что они могут помочь кому-то другому. Мы с вами друг другу не конкуренты, я вас уверяю, чем больше будет классной музыки, тем будет лучше для всех, для нас. Мы делаем мир лучше, и очень много скромных людей, таких как я, много лет пытались сами выработать какую-то собственную стратегию, мне не жалко ей делиться. Если вам будет нужна какая-то другая консультация, в комментариях есть все мои соцсети, вы сможете меня найти, написать мне, подписывайтесь на мой инстаграм. Я его веду не очень часто, но по делу. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, здесь будет очень много интересной информации, у меня есть, правда, чем поделиться с вами. И до новых встреч!